Синяя тень А, главное, нет Нехорошо, барыня Губите вы себя тоже Цельный день сидите в комнате, словно в монастыре Почитаю, уж год прошел, как вы издал, вы не выходите И не выйду Николай Михайлович помер ли я погребла себя в четырех стенах Мы оба умерли Вот я не слушал голос Николай Михайлович помер ли так тому и быть На то Божья воля, Царство им небесное У меня вот тоже в свое время старуха померла И что ж, погоревал, поплакал с месяц И будет с нее Да ладно бы людей хороших не будет А то ведь полон уезд господ В рыблове полк стоит Офицеры, чистые конфеты, не наглядишься У них что, не пятница, то бал Прогулялись бы по рыблову Да господам офицерам пыль в глаза пустили Не пойду Сударенья Там кто-то спрашивает вас Желает видеть Но ты же сказал, что за дня смерти мужа я никого не принимаю Сказал, но он и слушать ничего не хочет Говорит, что очень нужное дело Я не принимаю Да я ему говорил, но он леший какой-то Ничего не слушает В комнате прет В столовой уже стоит Хорошо проси Как тяжелые эти люди Что им нужно от меня Нет Видимо и вправду придется уйти в монастырь Да, в монастырь Баллон Носок Идиот С людьми не уменьшен Идиот Сударенья Честь имею представиться отставной поручик артиллерии Землевладельца Григорий Степанович Смирнов Приполком по важному делу Что вам угодно? Ваш покойный супруг, с которым я имел честь быть знаком Остался мне должен по векселям Тысячу двести рублей Так как завтра мне предстоит платеж процента Земельный банк Я просил бы сударыня выплатить эти деньги сегодня же Тысячу двести? Да, сэл А за что мой муж остался вам должен? Он Он покупал у меня овес Да, овес Лука Прикажи на конюшне, чтобы Тоби дали Лишнюю осьмушку овса Если Николай Михайлович остался вам должен То, само собой, разумеется, я заплачу Но сейчас у меня нет свободных денег Послезавтра вернется приказчик из города И я попрошу воплотить все, что вам положено А сегодня, извините, не могу исполнить вашего желания К тому же сегодня исполнилось ровно 7 месяцев, как умер мой муж У меня такое настроение, что я совершенно не расположена заниматься денежными делами У меня такое настроение, что если я завтра не заплачу проценты, мне придется вылететь в трубу вверх ногами У меня пишут имение Послезавтра приказчик вернется из города И я отдам вам все ваши деньги А я приехал к вам, а не к приказчику Накой леший? Извините за выражение, остался мне ваш приказчик Извините, мастерный государь, но я не привыкла к этим странным выражениям и такому тону Я вас больше не слушаю У вас муж умер Ну что, а мне-то нужно платить проценты или нет? Я вас спрашиваю, нужно платить проценты или нет? У вас муж умер, настроение, этот траурный шлейф А мне что делать? Улететь от кредиторов на воздушном шаре? Или разбежаться и трахнуться башкой об стену? Приезжаю к Грузиному, дома нет Ярошевич спрятался, скуриться, напоругался так, что чуть его в окно не выкинул Мазутова-Халеринова это настроение ни одна канали не платит Все потому, что слишком я с ними деликатен Нянчусь как баба Но ничего, ничего, я свое возьму Я останусь и буду сидеть здесь, пока не заплатят Ах, как я зол, как я зол Аж дурно делается Человек! Человек! Принеси квасу или воды Какова логика? Человеку нужно это зарезать деньги в пору Вежать, она ведь или не платит, потому что не расположена заниматься денежными вопросами Настоящая женская турнирная логика Поэтому я никогда не любил и не люблю общаться с женщинами Мне легче сидеть на бочке с порохом, чем общаться с этим поэтическим созданием Парня больные не принимают Пшел Пшел, сказал Больные не принимают Не нужно, не принимай! А я останусь и буду сидеть здесь, пока не заплатишь Послезавтра, вот да, послезавтра и просижу Неделю будешь больной, я неделю просижу, год я и год Я свое возьму, матушка, меня не возьмешь этими алыми губками, да и ямочками на щеках Семен, распрягай, мы не скоро уедем Или лишь, чтобы на конюшню лошадям овсу дали Слушай, скотина! Скотина! У тебя опять левая, престижная, в вожу запуталась! Ничего! Я тебе задам ничего! Скверно Жара невыносимая Денег никто не платит А еще этот траурный шлейф с настроением Аж голова разболелась О! Надо водки выпить Человек! Человек! Наконец-то Принеси рюмку водки Ты тоже хороша фигура Весь Мятый В пыли Сударня, чего доброго меня за разбойника приняла? Как-то неловко являться в гости в таком виде А впрочем, я не в гости приехал Да А кредитором костюм не писан Сверните Много вы себе позволяете, сударь? Что? Что? Молчать! Как я взду! Кажется, весь свет без толк порошок Человек! 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 Милостивый государь! В своем уединении я давно уже отвыкла от человеческого голоса и не выношу крика! Убедительно вас прошу, не нарушайте моего покоя! Заплатите мне деньги и я уеду! Я сказала вам русским языком, денег у меня сейчас свободных нет, погодите до послезавтра! Я вам тоже имел честь сказать русским языком, что деньги нужны мне не послезавтра, а сегодня ли вы думаете? Я шучу! Ну что мне делать, если мне сейчас нет денег? Как странно! То есть не заплатите? Не могу! Хорошо! Тогда я останусь и буду сидеть здесь, пока не заплатите! Послезавтра? Вот до послезавтра и просижу! А вот таким образом! Я вас спрашиваю, мне нужно оплатить проценты или нет? Милостивый государь, прошу вас не кричать, здесь вам не конюшня! Я вас не конюшня спрашиваю, а то нужно оплатить проценты или нет? Вы не умеете держать себя в женском обществе. Что? Что? Я говорю, вы не умеете держать себя в женском обществе. Нет-с, я умею держать себя в женском обществе. Нет-с, не умеете. Вы не воспитанный, грубый человек. Порядочные люди так не разговаривают с дамами. Ах, удивительное дело! А как же прикажете с вами разговаривать? По-французски, что ли? Мадам Жувапри, я так счастлива, что вы не платите мне денег. Ах, пардон, что обеспокоил вас! Сегодня такая прелестная погода, этот раур так к лицу вам! Не умно и грубо! Не умно и грубо! Я не умею держать себя в женском обществе! Сударыня, да у меня женщин было больше, чем вы видели... Воробьёв! Из-за трёх женщин я дрался на дуэли. Двенадцать женщин бросил я, девять бросили меня. Да, было время, когда я страдал, вздыхал на луну, раскисал, таял, холодел, прожил на нежном чувстве половину своего состояния. Но теперь, теперь довольна. Очень шкучу, очень страстные ямочки на чеках. За всё это сударыня и гроша бедного не дам. Я не говорю о присутствующих, но все женщины без исключения ломаки, кривляки и сплетницы. А что касается вот этой штуки, извините за откровенность, воробей любому философу в юбке даст десять очков вперёд. И взглянешь на очередное поэтическое создание. Весь я, эфир, полубогиня. А заглянешь в душу, обыкновенный крокодил. Но самое возмутительное, что этот крокодил почему-то воображает, что его монополия, его привилегия – это няжное чувство. Да чёрт подери совсем, повеси меня вот на этом гвозде! Разве женщина умеет любить кого-нибудь, кроме баллона? В любви она умеет только хныкать да распускать нюни. Там, где мужчина страдает и жертвует, вся её любовь выражается лишь том, чтобы обертеть шлейфом и стараться как можно крепче схватить за нос. Вот скажите по совести, видели ли вы женщину, которая была бы верна и постоянно? Не видели, потому что верны и постоянно старухи да уроды. Вы скорее встретите рогатую кошку, чем постоянную женщину. Позвольте, а кто же по-вашему верен и постоянен в любви? Не мужчина ли? Именно. Мужчина, только мужчина, верен и постоянен в любви. Мужчина верен и постоянен в любви? Да. Скажите, какая новость? Мужчина верен и постоянен в любви. Мужчина верен и постоянен в любви, да. Раз уж на то пошло, то я вам скажу, что из всех мужчин, как я только знала и знаю, самым лучшим был мой покойный муж. Я любила его страстно всем своим существом, как может любить только умная мыслящая женщина. Я дала ему свое счастье, молодость, жизнь, любила его, молилась на него, язычница. И что? 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 Этот самый лучший из мужчин, самым наглым образом, обманул меня на каждом шагу, сорил моими деньгами, смеялся моим чувством, оставлял меня по целой неделе в одну. Смотрите, в его записном столе я нашла целый ящик любовных писем. И несмотря на все это, я осталась ему верна и постоянной до самой могилы не сниму с себя этого траура. Траура? Да за кого вы меня принимаете? Неужели вы думаете, я не знаю, зачем вы носите это черное добино и погребли себя в четырех стенах? О, конечно, это так поэтично. Вы погребли себя заживо, однако вот напудриться не забыли. Что? Да как вы смеете говорить само таким образом? Не извольте кричать, я вам не приказчик. Я не женщина и привык высказывать свое мнение прямо, поэтому не извольте кричать. А это не я кричу, это вообще вы кричите! Заплатите мне деньги и я уеду. Вот назло же вам! Ни копейки не получите, можете оставить меня в покое. Сударина, я не являюсь ни вашим женихом, ни вашим супругом, поэтому, пожалуйста, не делайте мне сцен. Я этого не люблю. Я не желаю разговаривать с нахалами, извольте убираться вон! Заплатите мне деньги и я уеду. То есть вы не уйдете? Нет! Нет? Нет! Хорошо. 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 Нет. 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 Лука! Лука! Выведи этого господина! Выведи! Сударь, извольте выходить, когда верят, нечего тут? Что? Да ты с кем разговариваешь? Да я же тебе салат сделал! А вы не только убираться вон! Извольте быть повежливее. Вы мужик, грубый медведь, вы бурбон, вы монстр! Что? Я сказала, что вы медведь, бурбон и монстр! Сейчас позвольте, какое же вы имеете право оскорблять меня? А вы что, думаете, я вас боюсь? Бурбон, вы этакий! А вы думаете, если вы женщина, слабое создание, то имеете право безнаказанно оскорблять меня, да? А если вы думаете, что у вас здоровые кулаки и пыльчье горло, то я вас боюсь? Я никому не посмотрю. Я не посмотрю на себя. Я не посмотрю на то, что вы женщина, слабое создание. Медведь! Равноправность, равноправравность. Медведь! Эмансипация тут оба полы равны. Медведь! Стреляться! К барьеру! Стреляться, как? Стреляться, сию минуту. Хорошо. После мы уже остались в пистолете. Я принесу их сейчас сюда. Давайте. Но с каким наслаждением я влеплю пулю в ваш медный лоб? Черт вас возьми! Пристрелю ее из принципа. Я не мальчишка и не сентиментальный щенок. Для меня не существует этих слабых созданий. Эмансипация, так эмансипация, тут оба полы равны. Какова? Равноправность. Пристрелю ее. Стреляться. Какова женщина-то? Милую. Раскраснелась, вызов приняла. Милую. Черт, возьми, не успокоюсь, пока не пробью вашего местного лба. Черт. Первый раз вижу такое. Вот это женщина. Хватит. Это настоящая женщина. Ни размазня, ни кислятина, а огонь, порох, ракета. Даже убивать жалко. Слушай, спасибо. Спасибо. По милосердству. Она мне нравится. Черт возьми. Уезжай. Хоть и ямочки на чеках. Уезжай. А нравится. Ой. Уезжай. И злость прошла. И долг готов простить. Уезжай. Удивительная женщина. Вот они, пистолеты. Но прежде чем будем драться, извольте показать мне, как нужно стрелять. Я... Спасибо, господи, помилуй. Пойду кучера и садовника позову. Я ни разу в жизни не держала в руках пистолет. Есть раньше различные револьверы. У вас система с Смит и Вессом тройного действия с экстрактором. Пистолет нужно держать так. Глаза. Глаза. Удивительная женщина. Так. Да, так. Вытягиваете ручку. Отклоняете голову. Прицеливайтесь. Нажимаете на курок. Самое главное правило дышать ровно. Не переживать. И стараться, чтобы не трогнула рука. Рука. В комнату стреляться неудобно. Пойдемте в сад. Пойдемте в сад. Только, кстати, я выстрою воздух. Этого еще не доставало. Почему? Потому что... Это мое дело. Почему? А-а-а! Вы струсили, да? Струсили? Нет, сударь, вы не беляйте. Я не успокоюсь, пока не пробью вашего лба. Вот этого мятного лба, которого я так сильно ненавижу. Струсили? Да, струсил! Да, струсил. Лжете. Почему вы не хотите драться? Потому что... Потому что вы... Потому что вы мне нравитесь. Он... Смеет говорить мне, что я ему нравлюсь. К барьеру! Сударыня! Вы все еще сидели здесь, я тоже чертовски спешил! Вы понимаете, такого рода история... Как бы так выразиться, но дело в том, что... Что? Как бы так сказать? Ну раз я виноват, что вы мне нравитесь, понимаете, я почти влюблен! Подождите, я буду стрелять! Стрелять... Стрелять... Вы не понимаете, какое удовольствие умереть под взглядом этих чудных глаз... От револьвера, который держит эта... Нежная бархатная ручка... Думайте, решайте... Я дворянин... Порядочный человек... Имею... Десять тысяч годового дохода... Попадаю пули в подброшенную копейку, имею отличных лошадей... Хотите быть моей женой? Ко барьеру... Стрелять... Ааа... Сошел с ума! Они с чего не понимают! Человек воды! Ко барьеру! Я люблю вас! Люблю, как никогда никого не любил! Двенадцать женщин бросил я, девять бросили меня, но ни одну из них я не любил так, как и вас! Разлимонился, рассиропился, раскис... Пять лет не влюблялся, дал себе за рог, а сейчас втюрился, как оглобля в чужой кузов... Стою на коленях, руку предлагаю... Руку предлагаю... Не хотите? Мне нужно! Постойте! Ну? А вы же вступайте! Возьмите! Стоять! Оттепли руки от этой мерзости! Что вы стоите? Убирайтесь вон! 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 Прощайте! Стоять! Прощайте! Стоять! Ах, как я зл! Ах, как я зл! Как я зла! Влюбился, как мальчишка, как гимназий, стоял на коленях, руку предлагал, аж мороз по коже дерет! Я люблю вас. Я вас ненавижу. Я люблю вас. Думаете, нужно мне было в вас влюбляться? Нет. Завтра сенокос начался процент оплатить, а тут вы. Уберите от меня руки. Никогда, никогда себе этого не прощу. Как вы не прощаете, Борис? Сударей, я спасу вас! Лука, а прикажи, чтобы Добе вовсе не давали овсам. Субтитры сделал DimaTorzok